Музыка Привет, это Гаджет! Голос ты тут? Ну а как же, конечно! Окей, мы продолжаем серию экспериментально-тематических выпусков программы И сегодня в наши цепкие лапы попал он! Кто это он? Он! Это значит, что о нем будем сегодня говорить Гаджет, если ты сейчас же не скажешь, что это за он, я уйду А вот это совсем не обязательно Ты мне пока нужен! Держитесь за свои мониторы! А ты за стремянку! Время айфона 4! Голос, я же тебе говорил, держись! Айфон 4 – полезность Современный коммуникатор – это самый натуральный мобильный компьютер И айфон 4 в этом отношении проявляет себя во всей красе Он многозадачный, в некотором смысле честная многозадачность встречается в коммуникаторах на Windows Mobile и Symbian Однако у нее есть неприятная оборотная сторона Приложения продолжают выполняться даже в фоновом режиме, что заставляет аккумулятор расходоваться быстрее В айфон 4 использована так называемая умная многозадачность Некритичные приложения в состоянии неактивности приостанавливаются Это позволяет не перегружать процессор смартфона, а заодно и сокращает расход аккумулятора Двойное нажатие на кнопку под экраном – и вот он, список активных приложений Когда вы выбираете одно из них, оно продолжает работу с того самого места, на котором вы его покинули То есть никакие данные при переключении между приложениями не пропадают Некоторые приложения работают все же в режиме честной многозадачности, иначе нельзя Например, разговор по Skype или его аналогу не лишает вас возможности пользоваться смартфоном в процессе Не прерывая разговора, можно открыть браузер или делать рукописные пометки или играть В онлайновом магазине App Store уже сотни тысяч приложений И если загрузить на свой iPhone 4 хотя бы тысячу, ориентироваться в них будет уже непросто Чтобы облегчить жизнь пользователю, Apple предлагает организующиеся папки Если мы видим хотя бы два схожих приложения, две игрушки, например, мы можем организовать их в папку Нажимаем на ярлык одного из них, пока не начнется характерное покачивание А потом перетаскиваем на другой Получаем папку, внутри которой два этих приложения Причем название папки iPhone 4 приписывает автоматически Игры, значит игры А еще прямо на iPhone 4 можно монтировать отснятое его же собственной камерой видео высокой четкости При съемке видеоролика, кстати, доступна фокусировка на отдельных объектах в кадре по касанию пальцев С той же самой подстройкой экспозиции и цветового баланса, что и в случае статической фотосъемки Новое поколение iPhone наконец-то раскрыло потенциал смартфонной идеологии Apple Полностью или нет, об этом мы узнаем, когда станет ясно, скоро ли на рынке появится iPhone 5 Голос, а прикинь, есть ли фишечки iPhone как-то в нашей программе использовать? Как это? Ну не знаю, берешь так пальцем листаешь Или как фотки можно растягивать Круто, да? Или вот так А можно вообще переворачивать Тихо, меня стошнит сейчас Ээээ, стоять! Ладно, окей, продолжай рассказ iPhone 4. Дизайн Самый долгожданный товар в мире Наверное, так iPhone 4 вполне можно назвать За первые три дня продаж раскуплено 1,7 миллионов таких игрушек Подсчитано, что каждую минуту с конвейера сходит почти сотня новеньких iPhone 4 Спрашивается, что же в нем такого? Дизайн Очередное приближение к некому идеалу смартфона Ничего лишнего Ну то есть совсем Плоские стеклянные панели спереди и сзади Металлическая рамка Кант Она же антенна Единственная кнопка возврата в меню снизу Две кнопки для регулировки громкости И кнопка для перехода в режим вибрации Сначала может появиться ощущение, что телефон больше... Эээээ... Мужской Нет сглаживания углов Более прямоугольный, увесистый аппарат Но буквально через сутки понимаешь, что от дизайна вставляет всех Толщина корпуса, кстати, 9,3 мм Пока самый тонкий смартфон на рынке Кстати, стоит вернуться к стеклу Стремясь к совершенству, Apple параллельно стремится к сохранению этого совершенства Именно по этой причине стекло и спереди, и сзади Изготовлено из материалов, аналогичных тем, что используется в вертолетах и скоростных поездах Оно подвергается химической обработке и в результате становится прочнее Устойчивее к появлению царапин и долговечнее В Apple рассказывает, будто этот металлический ободок в пятеро прочнее обычной стали Какую сталь считают обычной, вопрос отдельный Но с прочностью у этой рамки действительно все в порядке Ходят слухи, что один iPhone 4 вывалился с 27 этажа и остался цел То-то было радости его владельцев Этот ободок не только скрепляет корпус смартфона, но еще и является антенной для всех его коммуникаций Именно с ним был связан нашумевший антенна-гейт Скандал с ухудшением качества связи Это, пожалуй, единственный вопиющий прокол в инженерном дизайне iPhone 4 Да и то, честно говоря, надо постараться, чтобы вот таким вот образом ухватиться за смартфон случайно В остальном, спартанский дизайн аппарата нареканий не вызывает Ну и в заключении хочется отметить, что все детали подогнаны так, что корпус получается герметичным Это подтверждают тесты портала технокраш.ру С погружением телефону и в воду, и в пиво, после которых телефон продолжал работать без боя Традиционная рубрика для нетрадиционного выпуска программы СТГ Признаюсь вам, что потратил не один час в поисках этого самого тупого гаджета И вот он, наитупейший 13-долларовый держатель для полотенца Тьфу А я что говорил? Реально напряженка с тупыми гаджетами 10 баллов за девайс Ну а у тебя, голосок, есть шанс как-то исправить ситуацию Айфон 4, технологии Прежние айфоны частенько критиковали за проблемы с камерой То разрешение у нее убогонькое, то видео она снимать не может К айфон 4 таких претензий уже не предъявить Камера у него на момент выпуска лучше, без преувеличений Разрешение камеры 5 мегапикселей Есть пятикратный цифровой зум В продаже сейчас можно встретить смартфоны и с 10-ти мегапиксельными камерами Но тут надо понимать, что главное не количество пикселей, а размеры светочувствительной матрицы Здесь проработка в тенях оказывается очень качественной Присутствует светодиодная подсветка Кстати, она может включаться автоматически или в ручном режиме Кроме этого, видео можно снимать в режиме 720p Что, конечно же, существенно сказывается на качестве видео Есть и фронтальная камера, как для съемки фотографий и видео, так и для видеозвонков в режиме FaceTime Кстати, фокусировку на объектах можете контролировать вы сами Касаемся объекта в кадре и видим, как камера фокусируется именно на нем Профессиональную зеркалку айфон 4 не заменит Но зато поможет не упустить по-настоящему интересный кадр, когда камеры под рукой нет Кстати, про функцию FaceTime Теперь можно звонить с одного айфон 4 на другой айфон 4 По сети Wi-Fi FaceTime работает без дополнительной настройки Вам не нужно заводить специальную учетную запись или придумывать псевдоним Предположим, вы хотите устроить видеозвонок с другом Камера на передней панели оптимизирована для использования функции FaceTime Ну а чтобы показать отличные фото и видеоизображения, нужен отличный дисплей И в этом плане у айфон 4 все хорошо Инженеры Apple создали пиксели ширины всего 78 микрометров и смогли увеличить разрешение 3,5 дюймового дисплея айфон в 4 раза по сравнению с предыдущими моделями При этой плотности размещения пикселей 326 на дюйм графика и текст выглядят более плавными в любом масштабе В дисплее Retina на айфон 4 используется технология IPS По-русски плоскостное переключение Которое также используется в мониторе Apple LED Cinema и iPad Она обеспечивает более широкий угол обзора по сравнению со стандартными ЖК-дисплеями Это значит, что практически в любом ракурсе изображение на айфон 4 будет отличным И это удобно, когда вы смотрите фотографии вместе с друзьями или поворачиваете айфон во время игры А еще в айфон 4 имеется трехосевой гироскоп и датчик ускорения Это позволяет не только переворачивать экран из альбомного положения в портретное и обратно Но и совершенно по-новому играть в игры Арканоид и Тетрис в 21 веке должны управляться именно так Главное, что я уяснил из сегодняшнего выпуска Так это то, что пора менять мне мой телефон Голос 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 Слушай, кончай играться, я же тоже хочу С вами был Инспектор Гаджет И помните, я докопаюсь до правды Чмоки! Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok